Губернатор Югры Наталья Комарова и президент компании Лукоил Вагит Олегперов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с этим документом в Когалыме продолжат строительство крупного образовательного центра филиала Пермского политехнического университета. Его заложили в прошлом году. Планируется, что здесь без отрыва от производства будут готовить инженеров для нефтегазовой отрасли. Строительство должны закончить через два года. Также по данному соглашению в соседних с Когалымом Покачах возведут большой спортивный комплекс, который сможет принимать до 2000 человек в день. О других социально значимых проектах расскажет Алексей Шабанов. Уже на День нефтяников Когалым намерены пригласить звезд российского тенниса. К профессиональному празднику здесь собираются открыть новенький центр этого вида спорта. Все основные строительные работы уже завершены. В ближайшее время на корты положат покрытие, оборудуют цветовую систему и трибуны. Теннисный центр сможет вмещать более 300 зрителей, которые одновременно смогут наблюдать за играми на четырех площадках. Первый, наверное, сентября. Реально вести его? Да, безусловно. У меня здесь опасений нет. Вопросов даже не возникает. Возведение в Когалыме образовательного центра в самом разгаре. Научный городок разместится на площади 22 тысячи квадратных метров. Здесь оборудуют лаборатории, конференц-зал, библиотеку и жилую зону. Учебный процесс начнется раньше завершения строительства, пока студенты будут получать образование в Перми. Таким образом, у округа появятся новые возможности готовить специалистов для нефтяной отрасли. Речь идет о создании научно-образовательного центра, который будет, а, подготавливать специалистов по затребованным в регионе специальностям, и не только в регионе. И одновременно создание условий для людей, занятых в науке, при этом лаборатория, у них будет непосредственно здесь и сейчас. В ближайшее время возьмут в работу еще несколько проектов. Например, на очереди большой футбольный манеж, где разместится филиал школы Московского Спартака. Перспективный план строительства расписан на несколько лет вперед. Наши соглашения, они все-таки дают нам возможность смотреть на перспективу, и в наших отношениях эта перспектива сможет быть достаточно задуманно. Это и объект экспортивного значения, где он может быть задуманным, и культурного значения. Это и Юранга будет, а тут и воюк, ботанический сад, то есть мы строительство не прекращаем. Ведут его, кстати, на нескольких территориях. Только в прошлом году в Кагалыме после реконструкции открыли спорткомплекс «Олимп». В Лангипасе отремонтировали хоккейный корт и центр культуры нефтяник. А в Урае построили крытый ледовый каток. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Телерадиокомпания «Югра». Кагалым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова